Привет. Что-то ты меня снимаешь. Мужчина? Мужчина ждет. Серьезно? А ты его ждала? Да. Красивый хоть? Нет. А если бы был красивый? Да. Ужас. Всем привет. Друзья, сегодня выбирала квартире. И мы как-то с Кариной параллельно созванивались и договаривались провести сегодня интересный день. И так получилось, что мы его проведем с семьей. То есть с мамой и с папой. Мы вчетвером. Мы изначально планировали я, мама Карина погулять здесь в центре города, потому что Карина делала брови. Кстати, тебе такое ощущение, что ты их сама красила. Ты сама точно так закрасишь. Ну, а так я не крашу. Ну, получается, да. Нет, у меня еще коррекцию делать. Ну, я понимаю, да. Красиво. Ладно, отвернуть себя, а то сильный ветер. Вот. А потом как-то мама говорит, да я с папой здесь в городе, по магазинам езжу. Она очень весит. Они вроде бы... А, ты не созванивалась? Они в Украине еще. А, еще в Украине? Ну, тут давай посидим. Да, и мы такие, так, мам, давай с папой подъезжайте. Сходим в кино, в какую-нибудь кофейню новую. Погода сегодня просто замечательная. По-моему, сегодня последний такой реально теплый день сентября. Ну, мне так по прогнозу, по крайней мере, я показывала. Люди вообще, кто в чем? Самое интересное время там. В свитерах, в кофточках, в колготках, без колгот, в босоножках, в летних платьях, в курсках. Да, вообще так интересно наблюдать. Ну, такой. Ну, погода, вот, я думаю, даже через экран передается, насколько она теплая, мягкая, комфортная. В общем, очень классно сейчас на улице. Нельзя было не погулять. Леша остался дома, он там учится. У него сегодня там день учебы. Женя с роддей. Так что, да, сегодня семья в сборе, именно семья в изначальном составе. Смотрите, сколько листьев. Тут вода, в принципе, чистая не бывает. А теперь она, мало того, что грязная, так еще и много листьев. Ну, то красиво. Надо купить, да, водички? Вот, позже в ларьке взять. Я тоже пить хочу. Пошли, купим. Пока мама с папой приедут. У мамы сегодня день шопинга. Не знаю, как у папы, но у нее точно. А что ты купила, интересно? Что-то купила. Какие-то пару кофточек. Присылали мне фотографии у лоферов. Мне они не понравились. Тебе не присылали? Я тебе покажу сейчас. Я никто не считает. Ты была на бровях. Мы так радовались, что папа с нами будет гулять, а он нас кинул. Ну, короче, я так поняла, какие-то клиенты едут или кто. Не знаю, он какой-то еще бизнес-тренер нам показался. Мы только что их просто видели. Они поехали в магазин там за обувью. А мы с Калины покупаем три билета на комедию. Квуток до раю, Маяковского сходим сегодня. Это комедия с Джорджем Клуни и Джулией Робертс. Вот. Боже, Эль сказала Робертс. А мама там выбирает туфли, да. Тороче, в Кинто я обедать вообще-то не хочу. Я дома обедала. Я обедала до... Ну, во сколько часов? Пол первого, а уже пол четвертого. Калина сильно хотела сырные хинкали. Тут хоть есть такие? А тут они есть? Ты что? А, подожди, где эти хинкали вообще? Где? Где ты видишь? А, вот, да. С сыром с собой Муни. Алло. А, тут сразу по пять штук. Что такое кукурязнь? Кукурязнь? Что со мной сегодня? Кукурязнь, коржик. Я, кстати, не была никогда в Кинто. Вот, где остановка. Там раньше политбюро было, папа помнит. Где политбюро было, должно быть. Кинто. Мы только сели, вот, смотрим меню. Тут все, ну, вроде, здесь кинс-каран. Папа нас сбросил, мы там взяли. Что, Карина взяла хинкали, она очень не хотела себе хинкали сфером. Но здесь прикол в том, что нужно брать сразу пять. То есть это мне не очень понравилось, потому что, например, в других местах минимум три. То есть ты можешь взять все три, если тебе достаточно, и все. Здесь только пять. И взяли вот это вот сахараджи. Мне очень понравилось по описанию. Какая-то должна быть выпечка типа большого, ну, типа хачапури с брынзой. Или с каким-то там другим сыром и со шпинатом. Взяли компот на троих. Сейчас покушаем, и у нас уже сеанс на пять часов. А где твои вещи? Они у папы всегда новые. То есть ты ничего не покажешь. А я сейчас буду тряпкать. Да. Обзорчик. Я тоже здесь не очень. Я тут никогда не была. Ну да. Короче, мы в шоке вообще. Мы, наверное, почти час ждали заказ. Не зачни, а час точно. Я здесь уже час. Просто понимаете, в чём проблема? Рядом столик, и людей обслужили, ну, хорошо обслужили. Сразу, там, быстро всё, разные блюда мы приносили. Мы заказали всего лишь одну порцию хинкадель до Калины. И одну вот эту штуку. Мы час сидим. Да, и как-то... И раньше заказали. Нам вообще ничего не несут. И сейчас девушка извинилась. А по какой причине так долго? Нам даже не сказали. Да, мы думали, встать и уйти. Ты пришла, смотри. А мама туда была довольна? Нет. А мы пришли в шелест, по-моему, более-менее. Ну, шелест реально какая-то. У меня сегодняшний шелест такой. Есть всё уже не сучу. А, вообще-то да, что-то там было. Мама зашла, она тоже не очень. Я никогда не ходила. Оно было очень разных интерпретаций. Я попросила вселенную принести. Она принесла. А ты попросила хинкали принести эту штуку. Хинкали тебе еще не очень... Нет, это я тебе спасила. Давайте вместе. У тебя столько салфеток рядом. Эта штука, как она там называлась, я уже не помню. Она сама по себе прикольная. У него тонкое хрустящее тесто. И внутри много сыра и шпината. Но там брынза вроде. Но она очень соленая, ребята. Прям очень. Видимо, сыр сам по себе сильно соленый. Или пересолили. Хинкали мы с Калиной попробовали с сыром. Но это не самые, если честно, вкусные хинкали, которые мы ели. Здесь. Ну, как бы такое. Самый подвкусный. Соленый, да? Мы вот думаем. Я вот поила, я не наелась. Ну, такое пустое. Ну, потому что оно с сыром. Надо было тебе поднять, если, наверное, с мясом можно хинкали взять. Я все время ела. Итак, наши эмоции после фильма. Билет в рай, да, он назывался? Ну, только старый. Классный, да? Трудный. Все, мы насмеялись. Посмеялись, но плакали. Посмеялись, да, поплакали. Красивый фильм там, ну, Бали. Я даже не думала, что там будет Бали. Джордж Кулуни. Классный, да. Он такой, знаете, он, в принципе, простенький. Он может сказать, что на один раз, но он красивый, смешной, добрый, легкий. Да, вот прям незаметно пролетели почти два часа. Мать, тебе понравилось это? Так, один раз после встречи. Ты тоже смеялась. Я видела, там полфильма смела, хихика. Потому что смешной фильм был. Смешной. Ну, я прям получила удовольствие. Мне замысловатый сюжет. А, ну, на той расчет, чтобы легкий был. Карина вообще давно не была в этом кинотеатре. Пару лет точно не была. Пару лет, реально. А мы с тобой именно, чтобы... Я вообще кино смотрела до войны какое-то просто кино. Ты вообще все время вис вообще ничего не смотрела. До войны, которую мы смотрели. Смерть на Ниле? Да. Ну, это совсем другое. Это был... Есть фильмы масштабные. Потом про у того парня, который... Это просто легкая комедия. Да, это совсем другое. Спасибо. Вообще-то новая кофейня у нас называется Беша. Мы хотим в нее сегодня зайти. Надеюсь, там есть места. Нет, конечно. Калина фоткает красивое небо. Я показываю, как кофейня выглядит со стороны. Находится на Беша. Красиво, да. Прямо напротив больницы. Все, нам фотографировались. Смотри, не разговаривай. Стой, тут свет красивый. Сфоткай меня. Тут оригинально, а? А как это? Там буду сидеть одна, что ли? Можно стульчик взять и подвинуть, да? Здесь очень прикольный стол. Чего? Нормально. Тут очень прикольно. Ну, здесь небольшая кофейня. Здесь, я смотрю, уже десерты поразбирали. Там, получается, галеты. Вот, Карина взяла с инжиром. Еще есть вишни. Я беру шу. Но я читала, что у них шу разное есть. Но сейчас только остался с пломбиром. Киевский торт маленький вон в конце. И Сан-Себастье. Ну, у них на сайте побольше десертов написано. Сейчас будем пробовать. А еще здесь самообслуживание. То есть ты заказываешь, платишь, а потом сам забираешь. Ага. Тут вообще очень вкусно. Мачал. Вот, типа, напиток. Кто-то заказал. Я взяла попробовать шу. Это крем-пломбир со смородиной тут. У мамы киевский торт. Причем в такой вариации я его никогда не видела. Мини-киевский тортик. Это прелесть. Лада. С мамой будет чай. Еще один десерт принесу. Покажу вам. Мамин чай. Смотрите. Как пробирки. Ну, показывай свою галету. У Карины из галета с франджипаном. Франджипан это крем миндальный. А я думала, он говорит, с инжиром и аргурой. С франджипаном. Иберика. Дайте, берико. Я не могу. Мама потверла. Это история про иберика. Листья лежат в киевском торте. Что, он твердый? А, это же киевский, Май. Его лучше порезать, да. Вот я, если прихожу в новую кофейню, должна все снимать. Это просто. Извините, конечно. Как тебе киевский торт? Как тебе торт? А зачем ты взяла киевский торт? Не подумала. Мама просто тесна была, да? Ты же мне сказала. Я не думала, что он твердый такой. Я забыла. Но жаренький. Давай поменяемся. Давай поменяемся. Я попробую шу. Ты попробуй. Да, да. Что я могу сказать? Очень вкусный кофе. Все десерты были очень вкусные. Вот никаких претензий вообще. Шу мне очень понравился. Безумно. Наверное, для меня это был самый вкусный десерт. Он был не сильно сладкий. И он был, ну, он был большой. То есть, очень крутой шу. У Карины Галета была вкусная. Тоже мягкая очень. Мама взяла киевский торт, не подумав, потому что она его не смогла есть. Я тоже, я в принципе не люблю киевский торт. Карина его не ест из Абрыкетов. Она его тоже, походу, не очень любит. Прямо так покромсала, попробовала. Он вкусный. Ну, как киевский торт. Хороший. Посуда прикольная. А чай теперь вкусный был? Как чай, да? Цены лучше среднего. Шу, по-моему, 80. Галета, сколько стоила? Она дешевле всего. А сколько он стоил? А, получается, мой средний пацан. Кофе? По-моему, латру. Ну, наверное, 50. Ну, то есть, вот так. Я сто тридцать, по-моему, еще. Ну, да. Мы шла-то одинаково брали. Мы просто десертку. Так, стоп. Что-то не то. Ты же бухгалтер. Я только в калькуляторах был. Я шла 55. Видишь, как ты молодец? А что 55? Ну, знаешь, 55. Ну, что мне 70 спало? Не, я поняла, поняла просто. Сейчас папа едет, правильно? Папа едет? Папа едет. Папа едет, правильно? Папа едет, правильно? Да я спокойна. Ты очень хорошо. Будешь хорошо? Нет, спасибо. Ты же пикапутин? А водичку можно платить? Нет, я жадная. Понятно. А иногда от безысходности еще в полицию звонят. Вы знаете? Ну, мы ж в Америке живем. Ну, мы живем в Украине. Тоже можно позвонить в полицию. Конечно, можно. Можно. Если вы хотите нас долго доставать, мы позвоним. Хорошо. Да. Я жду вашего звонка. Она мягнула, что у меня старая бабушка. И теперь еще итог. Да ладно, я скорбил. Я скорбил. Как тебя зовут? Неважно. Я уже вижу, что в полицию сейчас позвоню. Они стали еще раз заварить. Не отцепишься, понимаете? Так они и гуляли, ребята. Да, мама? Хорошо погуляли с тобой? Нормально. Только не очень вкусно. Ничего. Чем закончилась ситуация с мужчиной? Я ж поснимала чуть-чуть. Ему угрожало, что я в полицию позвоню. Он мне даже вообще даже не воспринимал эти слова никак. Ему без разницы было. Вы раздули такое дело с этим мужиком? Я даже не обратила внимания. Просто меня... Маньяк. Ну блин, о чем вы говорите? Стоит мужик, выпивший. Вот именно? Это уже с этого все самое страшное начинается. Не знаю. Меня это смешило. Диана с Кариной. Вы зря с ним... Диана, что ты включила? Вот так просто не видно ничего. Мы с ним заговорили. Вот это буаши... Мы ему сказали, что не надо нас приглашать. Я уже никогда никому не отвечаю. Ты просто хихикаешь? Нет. Он начал переводить так. Вот тебе нужно было отвернуться. И я сказала нет. Я сказала нет. Я сказала вид, что ты его не видишь и не слышишь. Но мы подожди, мы ему отказали. Пошли дальше. А он пришел к тебе. Он не пошел. Нет, я с ним не разговаривала. А он все равно же нами идет. Я с ним не разговаривала. Ты просто хихикаешь. Я как-то свечу прям в класс. Извини. Я не решила эту ситуацию. Не понял, что в центре города, блин, на остановке. И какой-то мужик шваброй. Диана разнервничалась. Полицию вызывает. Мне это было плохо. Ну, ни папа не бывает, ни полиция. Так что, ну, человек, он даже не вдруг. Реально сейчас папа поделит, как остыля. Чего ты орешь? Опять что ты орешь? Мама, когда ей не нравится, что ей говорят, я говорю, что ты орешь. Я так видишь, я вижу людей. Живу в мыслях. Откуда ты можешь знать? Хотела почувствовать себя мужчиной. Ага, ясно. Так мама еще больше бы хихикала. Не надо. Хихихи. Вдруг еще. Давай, пока. До завтра. До завтра. А, да, она, конечно, богиня. Он ее богиней назвал. Пока, богиня. Скорее, Женя. Ой, Боже, Родичка. Я Родичка. Родичка. Завтра придете? Говорить можно долго об этой ситуации, но говорить уже не хочу, потому что я хочу просто пойти вдушевить. Все, друзья, спасибо за внимание. Кофейня мне очень понравилась. Рекомендую сходить, кто у нас живет в Запорожье. Прикольная. Беша называется. Я отмечу, наверное, в сторис. Вот в ким-то не ходите. Там как-то вообще печально было. И на кино сходите. Посмотрите. Хороший, легкий фильм для настроения. Все, спасибо. До встречи. Берегите себя. И не разговаривайте. А тем более не хихикайте с чужими мужиками на улице. Спасибо.